Продолжаем тему. Это вторая часть. Первая часть уже сохранена, можете её посмотреть. Елена Александровна Игнатенко, народный адвокат, рассказывала о случае в своей частной юридической практике. Мужчина поплатился тем, что на него оформили кредит. Сейчас я приглашаю Елену для продолжительного разговора. Очень интересного, познавательного и полезного. Так, ждём подсоединения. Елена, рада вас снова видеть в эфире. Вопрос был такой от зрителя. Можно ли отозвать отовсюду персональные данные? И как это сделать? Есть ли рецепт? По закону, да, такое право есть. Я такой вопрос напрямую задала ЦОН после того, когда меня вот так вот сфотографировали на память. Вот. Значит, у Марины Валерьевны тоже, я поняла, такой же был вопрос. Ей, естественно, сказали, что не переживайте, они сами по себе испарятся, ваши данные. Ну, конечно... Ну, вот как, да, ответ. Через 30 дней. Да, нас, конечно, это ни в коем образом не утешает. Поэтому вот сейчас в рамках вот этих рабочих групп, и мы когда работали над проектом Кодекса о здоровье, я конкретно главу 7-ю цифровая медицина тоже, как говорится, анализировала и предлагала изменения. И сейчас по закону персональных данных-то уже ребята работают, пишут предложения. То есть как раз вот если мы говорим, что это моя частная жизнь, это мое изображение, неприкосновенная я как личность, то есть государство должно вообще продумать такую систему, чтобы вот все было под контролем у человека. Форма согласия, значит, на передачу персональных данных, она законом определена. То есть это не просто так, согласен, и все. То есть должно быть четкое понимание, что у меня взяли, какие данные. Это сетчатка глаза, напишите, биометрия сетчатка глаза. Дальше написано, для каких целей, на какой срок, кто будет хранить и обрабатывать. Будет ли эти данные подвергаться трансграничной передаче? То есть все очень серьезно. Мы должны понимать, что это, как говорят, да что, и так все про нас известно. Мы даже и представить не можем, как говорится, куда еще могут использовать наши данные. Ну а то, что мошенники в это время не дремлет, пока наш Министерство цифрового развития, как говорится, ставит на нас опыты. Вот что это такое? Они пишут, что, значит, да, это биометрия, но пока в единую государственную сеть там какую-то вас не передают, и потом это автоматически все исчезает. Но это не серьезно. Это не то, что не серьезно, это незаконно вообще. То есть человек должен прийти, и, пожалуйста, если вы идете в сон, значит, и вам предлагают, посмотрите на камеру, вы имеете право полностью выяснить, что это за камера. Биометрия, можете сказать, я против, и вас тогда должны обслужить, точно так же предоставить услугу без биометрии, просто по смс-паролю. Нам это, естественно, никто не объясняет, и опять же, где вот эта есть хитрость, всегда есть основания сомневаться в чистоте помыслов. Тогда, если все так просто и прозрачно, почему не сказать? А если вы скрываетесь, значит, не исключено, что завтра, во-первых, мы не знаем опять, обеспечена ли вот эта информационная безопасность, даже вот этот месяц, когда будет храниться эта биометрия. Или точно так же работник цона куда-нибудь может ее загрузить и оформить кредиты. Или, может быть, злоумышленники могут проникнуть в эту информационную систему цона и точно так же завладить этой биометрией. Поэтому, видя на примере Ашика, на каком уровне, скажем так, информационной безопасности находятся информационные системы, я бы, конечно, не рисковала. Я сейчас получу ответ, и я, естественно, в эфире потом все это озвучу, и я планирую на собственном примере пройти эту процедуру отзыва биометрии. И как мне это, как говорится, докажут и покажут, что меня удалили из базы, мне самой интересно. Да, Елена, я вот признаюсь, что я попалась на эту удочку цифровизации и посмотрела в камеру, меня цифровали, да. И потом, теперь, когда мне нужно отправить запрос, я подписываюсь лицом, то есть через ЕОТНИШ отправляю в какой-нибудь госорган, просто смотрю в камеру, они меня фотографируют. Очень удобно, да, но я понимаю, чем это удобство, чем этот бесплатный сыр может в итоге обернуться. Мышеловка рано или поздно захлопнется. Еще хочу тоже рассказать о собственном примере. У меня получилось так, что буквально месяц назад что-то произошло с мобильным приложением, банковским мобильным приложением. Я ввожу, как обычно, пароль, он пишет неверно, 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 заблокировано, я приезжаю в банк народный. Мне, значит, точно так же такой молодой удалец, значит, сейчас мы самого перезагрузим, и раз, мне подносит экран. Я вижу вот этот овал, то есть я понимаю, что это биометрия. Я говорю, вы что делаете? Он, вариантов нет. Я говорю, стоп, что значит нет вариантов? Я сначала расстроилась вообще, потом успокоилась, пошла, говорю, мне нужен начальник отдела. Подошла к ней, говорю, я против сдачи биометрических данных. Она говорит, нет проблем. И мне точно так же скачали и установили мобильное приложение просто по удостоверению личности. Поэтому имейте в виду, вот никакой банк на сегодняшний день, слава богу, у нас существует единственный принцип. Согласие. Если вам банк говорит по-другому никак, они лгут. Идете к руководителю и говорите, я не дал согласия, открывайте мне эту карту, устанавливайте мне приложение по удостоверению личных, точка. Это я прошла на собственном опыте, все это работает. Да, да, я согласна, Елена. То есть, чтобы отстаивать свои права, нужно обладать юридическими знаниями, напористостью и уверенностью в своей правоте. Ну и не лениться. Иначе может случиться в итоге все, что угодно. То есть, человек, который подписан... Подписан, да, 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 говорите. Елена. Когда я после вот всей этой процедуры в банке... Подписан, виснет? Виснет. Когда я в банке подошла к этому же работнику и говорю, не веду, вы даете неправильную информацию своим клиентам. Я оформила, значит, приложение мобильной биометрии. Он говорит, не может быть. Я говорю, значит, вы здесь просто не должны работать. То есть, да, человек опять стоит всем, как говорится, эту камеру биометричным. Непробиваемый. Непробиваемый. Служитель системы цифровой. Елена, давайте завершим. И я надеюсь, эфир полезный, люди задумаются и все-таки будут тратить больше времени на те же запросы, да. И я надеюсь, что я сама задумаюсь и отзову свои биометрические данные и не буду подписываться лицом. Мы расскажем людям, что это все возможно. Потому что нам не раскрывают доказательства до конца замысел. Нам говорят, это для того, чтобы вы не попались в лапы мошенников, наоборот. Это дает мошенников. И нас никто не защищает, кроме теперь, получается, нас самих. Нас самих. Елена, завершаем, потому что все. Либо мы записываем третью часть, либо завершаем, потому что опять начало зависать. Благодарю вас. Всем доброго дня. До свидания.